Так, ну, время 12, поэтому предлагаю приступить. Нынешний вебинар будет посвящен системе взаимодействия и ряду аспектов ее использования. Система взаимодействия, как все собравшись, наверное, знают, это система обмена сообщениями для платформы 11-подприятия. При этом она может использоваться как обычный мессенджер для общения пользователей между собой, поддерживаются чаты, аудио-видео-звонки, обмен файлами, аудио-видео-звонки поддерживаются в том числе на мобильном клиенте, обмен файлами тоже, поддерживаются демонстрации экрана. Из полезных еще особенностей, там не только можно создавать некоторые обсуждения, как бы висящие в воздухе, но обсуждения, привязанные к конкретным объектам конфигурации, к документам, элементам справочников, к записям в регистре и так далее и тому подобное. То есть вся история обсуждения, она хранится вместе с объектом, что местами может быть удобным. Плюс, система взаимодействия – это не просто мессенджер, это еще инструмент для реализации принципиально новых бизнес-сценариев. Это такой канал общения сервера на клиент, то есть если с клиентом мы можем дернуть серверный код, наоборот, нельзя. Для обратного общения это как раз система взаимодействия. То есть система может уведомлять пользователя о чем-то интересном, произошедшем в системе, например, о поступлении заказа на склад, о незакрытой кассово-смене, о подтверждении заверки на оплату и так далее и тому подобное. Плюс, поскольку открыт программу на API, можно кодом писать очень много интересного, писать автоматических ассистентов, чат-ботов и многое другое, что я, собственно, покажу вам в ходе вебинара. Еще из интересного, мы в версии 8.3.17 интегрировали систему взаимодействия с внешними мессенджерами. Пока поддерживаются два мессенджера. Это сообщество ВКонтакте и Телеграм, но мы планируем решить список. Для подключения к системе взаимодействия нужен некоторый сервер системы взаимодействия. Это может быть как наш собственный сервер 1s.dialog.com, развернутый на наших мощностях, так и локальный сервер системы взаимодействия, который разворачивают обычно компании, которые не хотят хранить где-то там в облаке свою потенциальную деловую переписку. Из интересных особенностей систем взаимодействия то, что между собой могут общаться пользователи разных конфигураций. Если на одном и том же сервере системы взаимодействия зарегистрировать несколько конфигураций и сделать определенные настройки, какие я покажу чуть позже, пользователи будут видеть друг друга из разных конфигураций, смогут между собой вести обсуждение. А если между конфигурациями налажен обмен данными через план обмена, то, соответственно, смогут еще и контекстно обсуждать одни и те же объекты. Ну, одни и те же, в смысле, что если какой-то документ приехал из ERP в бухгалтерию или документооборот, то пользователи, соответственно, ERP и бухгалтерии смогут обсуждать этот документ совместно. Ну, начнем с подключения к системе взаимодействия. В том, что раньше называлось, а, кстати, уже не помню как, давно уже перешел на новую версию платформ, где окошечко называется «Функция для технического специалиста». Там в стандартных функциях есть пункт управления системой взаимодействия. Если мы его откроем, мы увидим в стандартной поставке предложение зарегистрировать нашу конфигурацию в системе взаимодействия. Она будет зарегистрирована на сервере взаимодействия 1С, расположенном в облаке, 1СДиалог.com. Мы вводим наименование приложения, вводим адрес электронной почты, на которую придет код, нажимаем «Получить код» и ждем некоторое время. Как правило, в течение минуты приходит на почту ответ с четырехзначным кодом, точнее, с шестизначным, пардон. После этого, на мой взгляд, не очень удобно сделать интерфейс, потому что после ввода кода опять хочется нажать кнопочку справа от поля ввода. Тут надо себя остановить и нажать на кнопку «Зарегистрировать». Ну, возможно, мы переделаем его под поле удачной. Если мы купили свой сервер взаимодействия, в поставке идет внешняя обработка Collaboration System Register EPF. Когда мы ее запускаем, нам предлагается ввести адрес сервера взаимодействия, который мы должны перед этим установить в разработке в своих мощностях, адрес электронной почты, имя информационной базы и, собственно, нажать кнопку «Зарегистрировать». Не буду сейчас подробно останавливаться на процедуре установки сервера в систему взаимодействия. На этот счет у нас записано неплохое учебное видео и процедура описана на ИТС. В принципе, просто вбив в Ютубе «Установка сервера системы взаимодействия 1С», вы достаточно быстро выйдете на этот ролик. Как только мы зарегистрировали нашу конфигурацию на каком-то из серверов системы взаимодействия, у нас появляется менюшечка из пяти пунктов. Интересно, там это совместное использование приложений. Это как раз налаживание связи. Если несколько конфигураций у нас зарегистрированы на одном и том же сервере, мы можем сконфигурировать, как именно пользователи будут видеть друг друга. Когда мы нажимаем «Совместное использование приложений», нам выводится список приложений с зарегистрированной конфигурацией, зарегистрированной на данном сервере. Мы можем галкой пометить их любое количество и указывать, как мы будем сопоставлять их пользователей, чтобы пользователи разных конфигураций видели друг друга в обсуждениях. Можно совсем не сопоставлять, тогда они видеть друг друга не будут. Можно по имени, по полному имени, но здесь все понятно. Вот. А есть еще по ключу сопоставления. У объекта пользователей систем взаимодействия в языке 1С есть свойство ключ-супоставления. Ну, эта настройка делается только программно. Если у вас есть какая-то хитрая логика, по которой вы хотите связать ваших пользователей разных конфигураций, вы можете написать одну кнопку или где-то в другом месте в этих двух конфигурациях и задать одним и тем, скажем так, тех пользователей, которых вы идентифицируете как одних и те же в разных конфигурациях, например, в ERP и в бухгалтерии, вы можете задать им одинаковый программный одинаковый ключ, и тогда этот пользователь будет видеться как один и тот же из двух разных конфигураций. Еще здесь есть флажочек сопоставления предметных обсуждений. Это как раз про что я говорил. Если у нас налажен обмен данными между разными конфигурациями, можно включить этот флаг, когда объект, приехавший по обмену данными из одной конфигурации в другую, будет видеться как один и тот же для пользы разных конфигураций и контекстное его обсуждение, например, как у документа, будет храниться одинаковым для разных конфигураций. Про интеграцию с мессенджерами. С тем же взаимодействием она у нас как бы в экосистеме 1С прозрачна для разных конфигураций, то есть мы можем наладить, как я говорил, общение между разными конфигурациями на одном сервере, прозрачное между пользователями, но не стоит забывать, что есть у нас еще и внешний мир, где есть другие мессенджеры, и на определенном этапе развития продукта мы решили, что хорошо бы, чтобы и пользователи внешних мессенджеров могли общаться с пользователями системы 1С и на балл. Для этого мы сделали интеграцию в версии 8.3.17. На стороне 1С как субъекты общения выступают пользователи системы взаимодействия, плюс можно написать какой-то программный код, который через систему взаимодействия сможет общаться с внешними пользователями. На стороне мессенджеров мы сделали интеграцию через боты, сообщества и так далее. Но дело в том, что каждый мессенджер у него есть свои особенности, поэтому единого такого интерфейса нет, но мы под каждый из мессенджеров учитываем эти особенности. Для чего такое может понадобиться по бизнесу? Например, у нас есть некоторая фирма «Классные окна», которая продает и устанавливает пластиковые окна, стеклопакеты, предположим, что у них используется UNF, и они хотят общаться со своими заказчиками, потенциальными клиентами через какой-нибудь из распространенных мессенджеров, например, через Telegram. Можно создать, можно создать, что администратор информационной базы «Классные окна», мессенджер создает три бота, в настройках создает три интеграции с этими ботами, клиенты фирмы «Классные окна» и потенциальные клиенты находят в мессенджере бот, по имени, например, он будет называться «Классная окна продажа», пишут боту, а сообщения, отправленные боту, приезжают уже в системе взаимодействия, конкретном, ответственном за общение с клиентами и сотрудниками. И в обратную сторону сообщения, отправленные из 1С, из UNF, фирмы «Классные окна», приходят в мессенджер того же Telegram конкретному клиенту. То есть здесь у нас в случае Telegram бот служит чистой воды некоторым прокси между пользователем системы 1С и между конечным клиентом внешним, который пишет в Telegram. При этом у нас в приложении 1С системе взаимодействия пользователи, которые пишут нам через бота, у них такая специальная иконочка, некоторый аватар на фоне глобуса, сверху пишется имя пользователя мессенджера, под которым он зарегистрирован в Телеграме, а снизу пишется имя бота, через которого пришло сообщение. То есть мы можем визуально тоже этих пользователей извне, из Телеграма отсеивать. Как можно интегрироваться с, например, тем Телеграмом? Ну, в первую очередь мы создаем бот в Телеграме через, опять же, бот, который называется BotFata. Следуем его инструкциям по созданию, достаточно простым, получаем токен, ну, собственно, проще показать. Да, вот мы нашли бота BotFile, он вывалил нам инструкцию, как создать нового бота, slash-newbot мы создаем нового бота с некоторым именем, а в данном случае это test ECS-bot. В ответ нам BotFata выдает его уникальный токен, некоторый ID-шник, который мы запоминаем. То есть бот создан, за ним не стоит никакой логики, которая в нашем простейшем сценарии не нужна. Это просто у нас прокси-передатчик между пользователями Телеграма и пользователями систем взаимодействия. Далее мы идем в управление системой взаимодействия, обработку, выбираем пункт интеграции и добавляем интеграцию. Здесь у нас есть комбо-бокс внешней системы, там пока у нас два значения, возможно, Телеграм и ВКонтакте. Мы выбираем Телеграм. В качестве параметра нас запрашивает токен, мы вводим как раз вот этот длинный токен, который мы запомнили с предыдущего окошка. Здесь ниже можно добавить участников обсуждения по умолчанию, пока добавим администратора, но у кого нужно по бизнесу, в принципе, того можно добавлять. И, в принципе, все. Вот мы зашли как пользователь Телеграма, мы нашли бота, написали ему «Привет». У нас после этого, точнее, у нас, да, после того, как сообщение отправлено, у нас в системе взаимодействия появился пользователь Телеграма, в данном случае это я, Питер Джи, такой у меня никней в Телеграме, и здесь ниже название канала Телеграма 1С Бот, точнее, название бота. Вылезло слово «Привет», я там в ответ написал «Как дела?», и в Телеграме у меня создалось впечатление, что мне бот ответил. ВКонтакте. ВКонтакте нет ботов, там есть некоторый аналог этого сообщества, но функционально, например, то же самое, по крайней мере, для наших сценариев, да, это некоторая такая сущность, в которую можно писать сообщение и от нее сообщение получать. Вот точно так же, как мы используем Телеграм на ВКонтакте, точно так же мы используем и сообщество как прокси между пользователями системы взаимодействия и пользователями социалистов ВКонтакте. Процедура здесь следующая. Создаем в ВКонтакте сообщество. Это делается одним просто, я ни разу этого не делал до написания данного вебинара, но там простые доступные инструкции. Вот мы создали сообщество, залезли в настройки, в настройках выбрали работу с одним, и здесь нужно создать ключ, некоторый идентификатор, с помощью которого мы будем потом обращаться к этому сообществу в настройке интеграции 1С в системе взаимодействия. В принципе, то, что я рассказывал, оно описано в ИТСе, если вы что-то там забудете, по ходу презентации вы можете полить в ИТС, посмотреть, там все хорошо документировано. Собственно, при написании этого вебинара я так и делал. Там же указано, что нужно вот эти две галки разрешить приложение доступа к управлению сообществом и к сообщениям сообщества обязательно включить. Нам выдадут вот такой IT-шник, еще длиннее, чем телеграммный. И еще одна вещь, это залезть на закладочку второй полбэкапи, здесь будет JSON. Из этого JSON нам нужно запомнить группа ID. Вот этот, обведенный красненьким. То есть, то, что идет после группы ID, двое дочь. Убедиться, что у нас сообщения в сообществе включены, то есть, что пользователи могут в сообществе писать сообщения. После этих действий мы идем, опять же, в 1С, в интеграции. Создаем новую интеграцию, выбираем тип внешней системы ВКонтакте. Нам тут же выдаются поля группа ID и токен. В группу ID мы вводим вот то, что было из JSON, некоторый набор цифр. А в токен пихаем вот длинную троечку. Опять же, настраиваем, кто со стороны 1С будет участвовать в обсуждениях от этого сообщества, приходящих от этого сообщества. Ну, помолчен, здесь добавлен только админ. Ну, и, в принципе, все. Вот я захожу в сообщество ВКонтакте, как Питер Грибанов, пишу «Привет». Захожу как пользователь 1С-ной конфигурации и вижу, что мне приехало сообщение «Привет» от интеграции с сообществом ВКонтакте в ВКонтакте от пользователей Питера Грибанова. По той стороне ВКонтакте я, как Питер Грибанов. Ну, вот, собственно, все. Все. Система готова жить. Объектная модель систем взаимодействия достаточно функционально богата. Помимо прочего, там вот есть тип интеграции систем взаимодействия, то есть можно не только в интерактивном режиме это создавать, а создавать вот эти интеграции через программный API. Кстати, все то, что я говорил про систему взаимодействия, помимо того, что он доступен из языка разработки 1С, она доступна и из нашего нового инструмента 1С-исполнитель. Насколько помню, в первой публикации про 1С-исполнитель в качестве примера как раз рассмотрена работа систем взаимодействия. Да, про интеграции с внешними мессенджерами. Реализована эта версия 8.3.17. На сегодня поддерживаются два мессенджера – это сообщество ВКонтакте и Телеграм. В планах у нас поддержка других мессенджеров. Есть некоторые ограничения по общению с внешними мессенджерами, то есть не вся функциональность, которая доступна при общении, при общении простых пользователей систем взаимодействия, доступна и при общении с внешним миром. Поддерживается сейчас редактирование и удаление сообщений. Присылки к картинке файлов пока не поддерживаются, но мы думаем, планируем ее поддержать. Версию пока сказать не готов. То, что я показывал сейчас, это была интерактивная работа с системой взаимодействия. У нас есть еще и программный доступ, который делает систему взаимодействия очень мощным инструментом для реализации совершенно новых до усилия невозможных бизнес-сценариев. Сейчас я покажу несколько функциональных возможностей, но не все далеко. Как мы можем программно взаимодействовать с системой взаимодействия из кода? У нас для этого есть четыре пути. Первый клиентский обработчик отравки сообщения. То есть в клиентском коде мы можем привязаться к отравке сообщения, мы можем получить доступ к сообщению, пришедшему нам другого пользователя. Приложение мы в ходе обработчиков проанализировать то, что пользователь написал и как-то среагировать программно некоторым образом. Как именно это сделать, я вам покажу чуть позже. Далее. В конкретное обсуждение мы можем конкретному обсуждению поименованному привязать клиентский обработчик. И каждый раз, когда в это обсуждение приходит новое сообщение, мы можем с клиентского обработчиков это сообщение и текст его проанализировать и, опять же, соответственно, мы можем среагировать программно. Доступен еще вариант, когда мы запускаем регламентное задание на сервере и периодически это задание проверяет новые сообщения, анализирует текст, соответственно, мы можем реагировать. Но понятно, что это будет делаться в раз в период, не моментально, когда пришло новое сообщение. А в версии 8.3.18 мы реализовали еще один четвертый путь. Это серверный объект бот-системы взаимодействия, который реагирует на сообщения, приходящие в систему взаимодействия буквально в реальном времени и не требует запуска клиентского сеанса. Ну, давайте посмотрим, как можно задействовать функциональность системы взаимодействия на примере нашей демоконфигурации. С каждой новой версией платформы у нас идет обновленная демоконфигурация, которая называется, если не ошибаюсь, демонстрационная конфигурация управляемого приложения, функционально представляющая из себя нечто вроде, наверное, такого мини-СРМа. И каждую новую версию платформы в эту конфигурацию добавляется демонстрационный код, который показывает, как на примере простых бизнес-задач можно эту новую функциональность платформы задействовать. Если не ошибаюсь, в этом взаимодействии вышло, по-моему, в версии 8.3.11. И начиная с 8.3.11 у нас каждый раз добавляется какая-то функциональность, помимо прочего, в эту конфигурацию в демо добавляется функциональность задействующая новые фичи и системы взаимодействия. Что мы сейчас делаем? Мы возьмем, до 8.3.11 была 8.3.10, мы возьмем конфигурацию 8.3.10 и добавим в нее ту функциональность, и посмотрим, как она работает, которая была добавлена с выходом системы взаимодействия. Добавим в простенький бот, ну, назовем его так, условно, бот-помощник, который будет проверять периодически наличие незакрытых заказов, которые незакрыты какое-то количество дней, например, 30, и будет уведомлять о них пользователя. При этом в сообщении, если кликнуть на название заказа, откроется, собственно, форма заказа, и там с незакрытым заказом можно будет что-то сделать. То есть функциональность помощника, она простенькая, он опрашивает базу, находит незакрытые заказы, незакрытые более 30 дней, ну, и вот как-то реагирует, что-то пишет в системе взаимодействия каким-то пользователем, наверное, админом и, возможно, менеджером по продаже. Что нам для этого нужно? Добавим, ну, как обычно, по правилам хорошего тона, под каждую новую функциональность у нас создается отдельный общий модуль, иногда два, если нам нужны клиентские серверные. Модуль помощник у нас будет серверным. Вот, а модуль клиентский мы назовем помощник клиент, снимем галку сервера, поставим галку клиент. Далее, ну, я не буду набирать, я просто вот здесь в презентацию прикрепил скриншоты того, что у нас есть в этих модулях. В серверном модуле у нас нужен модуль инициализации, процедура инициализации. не может у нас существовать пользователь систем взаимодействия без соответствующего ему пользователя информационной базы. Здесь мы в инициализации мы создаем, если такого пользователя еще нет, пользователя инфобазы помощник, добавляем его в список пользователей, записываем. Далее, мы здесь в коде принудительно создаем пользователей систем взаимодействия. Тут обратная процедура, мы создаем пользователей системы взаимодействия на основе реальных пользователей инфобазы. Когда мы подключаем инфобазу к системе взаимодействия, у нас каждый раз, когда новый пользователь еще после подключения к системе взаимодействия не зашел в конфигурацию, соответствующего ему пользователя системы взаимодействия нет. Каждый раз, когда новый пользователь после подключения к серверу SW заходит в конфигурацию, платформа проверяет, что если такого пользователя системы взаимодействия нет, она создает соответствующие ему пользователи. Мы здесь не хотим этого дожидаться, мы принудительно пробегаемся по всем пользователям по базе, и в явном виде создаем соответствующую им пользователю системы взаимодействия. Создаем спецобсуждения для неотработанных заказов, то есть помимо диалогов, чатов один на один, у нас еще там есть в списке системы взаимодействия поименованные обсуждения для каких-то конкретных тем. Здесь вот мы создадим обсуждение неотработанных заказов для каждого из пользователей, тех, которых захотим. Вот здесь у нас видно, что если у нас пользователь, он либо администратор, либо менеджер по продажам, для него будет создано такое обсуждение, для остальных такое обсуждение создано не будет. И записываем здесь у нас приветственные сообщения в этом обсуждении, чтобы пользователь в первый раз зашедший сразу понимал, о чем речь, что у нас здесь. Будет сообщаться о неотработанных заказах, которые не закрыты более N дней. И мы добавим еще здесь в это сообщение две гиперссылки. Первая это ссылка на настройки вот этого помощника, где мы будем указывать, как часто проверять неотработанные заказы и сколько дней должны быть заказы не закрыты по умолчанию 30. Ну, мы можем это настроить, чтобы, например, все заказы старше недели отображались. Мы здесь в клиентском модуле пишем обработчик, обработки действий сообщения, где мы определяем, что мы будем делать, что система будет делать, когда пользователь кликнет на соответствующие гиперссылки. На настройки либо на действия, а проверьте-ка сейчас непосредственно неотработанные заказы. При клике на настройки у нас откроется форма настройки помощники отработанных заказов, ее покажу чуть позже, там ничего такого сильно сложного нет. Вот. И при начале работы системы мы должны инициализировать нашу систему, наше взаимодействие, систему взаимодействия, извините за зафтологию. Если мы не зарегистрировали информационную базу, мы не делаем ничего, а если зарегистрировали, мы идем дальше по коду, и мы делаем новый обработчик обработки действий сообщения. И подключаем вот этот обработчик, описанный нами выше. Вот. Тут идет код серверный, который отбирает неотработанные заказы и показывает их в обсуждении системы взаимодействия. Здесь мы по имени ищем наше обсуждение. Далее выбираем заказы. Достаточно простой запрос в базе. А тут мы бежим циклом по выборке и в обсуждение выводим все найденные нами неотработанные заказы старше, ну, в данный момент 30 дней. При этом здесь видно, что у нас текст форматированная строка. Здесь мы добавляем как раз навигационные ссылки на заказ и на покупателя. Форма у нас трех помощника. Писать ее не буду, она достаточно простенькая. Вы видите, здесь всего два пуля. Здесь есть клиентский серверный код, который, опять же, устанавливает заранее заведенные нами константы две вот этих настройки, как часто проверять неотработанные заказы и сколько дней должны быть заказы неотработанные, чтобы нас заинтересовать. Сделаем еще регламентный заказ, регламентное задание для периодического запуска помощника. Раз в какой-то период мы будем проверять неотработанные заказы с помощью процедуры, описанной нами в серверном модуле. Далее мы идем в модуль приложения и при начале работы системы вставляем вызов инициализации нашей работы, нашего помощника с системой взаимодействия. Вызываем серверный код, инициализация. И вызываем клиентский код, при начале работы системы, описанная в клиентском модуле. Дальше посмотрим, как все это работает. Заходим в администратор. На старте у нас помощник пишет приветственное сообщение, который, пожалуйста, обсуждение. Мы видим, что он здесь написан, он будет сообщить раз в нулю дней, потому что мы еще не настроили, как часто нам запускать помощника. И две гиперссылки. Первая на настройку, когда откроется форма настроек. Говорим здесь, что у нас пусть он проверяет раз в сутки. И тут же у нас он отреагирует. А если мы нажимаем «Проверить сейчас», у нас высвечиваются те заказы, которые у нас не отработаны более 30 дней. Кликаем в гиперссылки на клиент, на контрагента, на заказы, видим, что все работы открывают в соответствующей форме. Вот. Ну, здесь у нас функция была простая, а вот у нас был реализован аналогичный сервис, бот-ассистент по имени Даша, который гораздо более продвинутый. Там есть его настройки. Здесь можно достаточно хитро настроить бизнес-логику, что будет делать наш бот-ассистент Даша в случае изменения состояния заказа, какие включительные оповещения и так далее и тому подобное. И каждый раз, в каждой новой версии УНФ эта функциональность наращивается. Видно, как бот работает, что он создает контекстное обсуждение по конкретному заказу, например. Предлагает различные действия в случае изменения статуса заказа и так далее. Вот. Что еще программно можно сделать с системой взаимодействия? Например, можно добавить свои кастомные команды в контекстное меню системы взаимодействия, которое вылезает по правой кнопочке. Вот. Вот здесь у нас полумолчание скопировать, редактировать, удалить. В какой-то из версий 8.3.17, если не ошибаюсь, придется еще цитировать. Вот. А еще сюда можно добавлять свои команды. Сейчас я покажу, как это делается. В API-системе взаимодействия, доступном в языке 1С, можно подключить обработчик формирования команд и там написать тот код, который мы захотим. А в самом обработчик формирования команд добавлять команды и реагировать на нет, а также как-то реагировать на дополнительные параметры. Расширим функциональность нашей гемоконфигурации. Например, сделаем так. Когда нам собеседник присылает какой-то файл, мы по правой кнопочке, в меню появляющейся, мы добавим два пункта. Вариант «Добавить данный файл в карточку товара», а если это картинка, еще и добавить пункт «Установить как картинку товара». То есть мы какую-то без функциональности для пользователей сильно упростим. Сделаем ее в один клей буквально. Вот. Посмотрим, что для этого нужно сделать. При начале работы системы, в код вызываем прощения работы системы, мы добавим новый обработчик обработки формирования команд. Внутри нее мы сделаем следующее. Ну, опять же, в самом начале мы проверим, что если у нас поддерживается работа с вложениями в системе взаимодействия, работа может и не поддерживаться. Например, на сервере нашим 1С, 1С, диалог.ком, мы поддерживаем работу с вложениями. Если вы разворачиваете сервер системы взаимодействия у себя локально, вам нужен будет специально описанный в документации функциональность для того, чтобы где-то хранить файлы, пересланные по системе взаимодействия. То есть у вас такая вкладка может, в принципе, и не поддерживаться. Но мы это здесь проверяем, что если с вложениями работы не поддерживаются, мы ничего в меню не добавляем. А в противном случае мы делаем новую структуру. Мы создаем новые команды, добавив файл карточки товара. Если у нас вложение тип содержимого начинается с слова «имидж», это значит, что у нас картинка. Имеет смысл нам показать пункт меню «Установить как картинку товара». И еще одна структура – это для добавления файла в карточку товара. Процедура по помещению файлов в карточку товара, она у нас в гемоконфигурации описана универсальная, то есть здесь эта процедура вызывается не только в системе взаимодействия, еще в нескольких местах, здесь можно сюда передать форму. В данном случае у нас формы нет, поскольку мы в системе взаимодействия находимся в окошке обсуждения. И в этом случае мы здесь вызываем серверный код из модуля помощник «Добавить файл к товару». Пардон, ну, собственно, в добавление файла к товару ничего такого хитрого нет. Вот, посмотрим, как это работает. Предположим, кто-то нам прислал два файла. Файл с изображением, и здесь у нас появился и доступен пункт «Установить картинку товара». Мы заходим, это сапоги, наверное, выбираем из описания, из товаров сапоги. Здесь файл у нас вардовский, здесь уже установить картинку имидж, пункт меню недоступен, но мы можем добавить его к карточке товара. Ну, чтобы проверить, что это сработало, мы идем в справочник товара. Смотрим на те самые сапоги, видим, что изображение здесь новое, то, которое нам было прислано. А в добавленные файлы у нас добавился файл описания вардовский, и добавился вот этот наш новый сапоги JPEG, присланный нам по системе демориста. Дальше. В версии 8.3.18 мы добавили специальный, для упрощения и более функциональной работы с системой взаимодействия, мы добавили специальный объект интеграции в бот-систему взаимодействия, который запускается на CRM. Зачем мы это сделали? До этого у нас, как я говорил, большинство способов работы в реальном времени системы взаимодействия требовались запущенного клиентского сеанса, клиентских обработчиков. Что не всегда удобно. Здесь мы хотим, чтобы система взаимодействия была доступна для сценариев, не требующих клиентского обработчика, либо живого клиента, живого пользователя системы 1С. Например, когда у нас пользователь пишет нам через тот же Телеграм или ВКонтакте некоторые сообщения в праздники или в выходные, серверный код может ему ответить, что сейчас в офисе никого нет, в офисе сообщение будет обработано в ближайший рабочий день. Либо, если пользователь есть в офисе, это рабочий день, например, мы можем написать так бота, что он перенаправит пользователя из того же Телеграма либо ВКонтакте на конкретного, например, первого свободного менеджера программы 1С, либо по какому-то алгоритму вычислят кому, по тексту, например, сообщений вычислят кому из пользователей системы 1С отправлять сообщения. В 8.3.18 для этого, как я сказал, появится серверный объект бот. При этом для работы этого бота в случае клиент-серверном нам нужен будет просто работающий сервер, но в файловом варианте нам нужен будет все-таки один работающий компьютер с запущенным сеансом. Здесь у нас в конфигурации в общих объектах появляется веточка боты. У каждого бота есть один единственный обработчик, это обработка сообщений систем взаимодействия, где мы получаем пришедшее сообщение, можем с ним что-то сделать, как-то адекватно ответить. Давайте посмотрим на примере демоконфигурации, что мы можем сделать. Можно написать бота, который облегчит работу системы. Если ему что-то написать, он предположит, что это подстрока, и мы, например, ищем либо товара, либо контрагента. Ну и в качестве такого сервиса, если такой товар по подстроке найден, мы выведем остатки этого товара у нас в системе. Ну а если контрагент по подстроке найден, мы выведем не отработанный его заказ. Создадим у нас бота, назовем его офис-менеджер, и в обработке и соответствии системы взаимодействия напишем мне крикод. Здесь строку мы разобьем, по-моему, что у нас пользователь будет искать через пробел, может, возможно, по нескольким товарам или по контрагентам. Здесь мы разбиваем строку на построке. Создаем новый массив товаров, пытаемся найти товары, в названии которых есть подстрока, и положить их в массив. Найденное. При этом, чтобы не захламлять, если там подстрока не большая, мы же, например, ввел ООО, а у нас полно контрагентов, начинающих с ООО, либо там ввел какую-то подстроку с распространенным названием товара, мы увидим только первые три найденных элемента, как для контрагентов, так и для товаров. Вот. Здесь, опять же, запрос в базе данных, выбрать первые три неотработанных заказа для каждого найденного контрагента. Ну и записать это в виде форматированной строки в ответное сообщение системы взаимодействия, которое будет покажет пользователю. Если у нас ничего не найдено, мы просто выдадим подсказку, что это я бот, я умею искать товары контрагентов. Собственно, вот здесь пример диалога. Я ввел последний знак, офис-менеджер написал, что я умею искать товары контрагентов. Я ввел ООО, он мне выдал первые, в данном случае нашлось в демоквазе два контрагента с ограниченной ответственностью, по одному из них есть незакрытый заказ. Если я ввожу, например, туфли, мне выдается информация по товару туфли, по цене и по остатку на складе. Ну, собственно, вот. В данном случае вот этот, например, бот можно синтегрировать с тем же Telegram либо с аутчетом ВК, и внешние пользователи нам, например, это наши партнеры, они могут посмотреть у нас остатки товаров на складе. Как мы сами используем бот? Вот в нашем внутрифирменном документообороче корпоративном мы стараемся активно задействовать всяческую новую функциональность, которую мы сами пишем в платформе. Сейчас появление бота у нас появился такой бот в Ася, бот в помощь, который может, например, найти по введенному имени и фамилии сотрудника, вывести сообщение, где гиперлингом подчеркнутый я могу посмотреть на карточку сотрудника, тут же прямо здесь выведен его внутренний телефон, e-mail, при клике на e-mail создался исходящее письмо. Вот. Ну, по функциональности все. Сейчас давайте расскажу, как нашу систему взаимодействия используют наши клиенты и партнеры на свое внедрение. Достаточно много клиентов, у которых есть интеграция приложения 1С с интернет-телефонии, делают следующее. Пишут код, который при поступлении звонка, входящего по интернет-телефонии, пытается найти в базе контрагентов по номеру телефона конкретного контрагента. Есть такой контрагент найден, в системе взаимодействия выводится сообщение, что это входящий звонок контрагента такого-то, если кликнуть на гиперлинг, при этом сообщение о формуле как гиперлинг, точнее имя контрагента, то будет показана форма, где будет перечислена вся история в взаимодействии с данным контрагентом. Звонки, клиенты, контакты, встречи, продажи и так далее, и тому подобное, то есть практически полное досье на взаимодействие с этим контрагентом, и беря трубку на входящий звонок, менеджер уже будет подготовлен, перед ним будет вся информация о том, как мы раньше с этим контрагентом взаимодействовали. Второй распространенный кейс это оповещение пользователей о самых разных событиях в системе, о поступлении заказа на склад, о незакрытой кассовой смене, появлении новой заявки на оплату и так далее и тому подобное. При этом сообщение может быть так удобно оформлено, что, например, одним кликом, вместо того, чтобы открывать форму объекта, делать им какие-то изменения, нажимать записать, можно это дело оформить кодом, одним кликом, например, закрыть кассовую смену. То есть здесь сильно ускоряется работа с приложением. Один из клиентов, который очень активно использует функциональность бизнес-процессов, использует систему взаимодействия для информирования всех заинтересованных лиц о обновлении статуса бизнес-процесса, что прошел стадию согласования, кто заявка поступила на оплату и так далее и тому подобное. Тут тоже удобно. Еще один клиент, достаточно большой завод, у которого стоит очень много датчиков на оборудовании, сделал следующий функциональ. Периодически через регламентное задание датчики пишут какие-то логи свои в текстовые файлы, периодически по регламентному заданию взлетает скрипт, который парсит эти логи, и если какие-то критические цифры в логах найдены, он запускает в систему взаимодействия диалог с администратором или с администраторами и указывает, что вот на таком-то датчике привычные критические значения и может показать какую-то информацию. Некоторые клиенты и партнеры интегрируют с системой безопасности офисной системы взаимодействия. Каждый раз, когда сотрудник входит в офис, его менеджеру поступает сообщение, что вот такой сотрудник пересек периметр предприятия. Ну, собственно, все, что хотел вам рассказать, сейчас готов ответить на ваши вопросы. Если такие есть, сейчас посмотрим в чат. Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну вот вопрос. Планируется реализовать объект WSS в платформе? Нужен для приговора назначить, что он уже используется в системе взаимодействия. Ну, боюсь, что сейчас могу ответить только общей фразой, да, что планами мы делимся на семинар. Ну, пока вот так. Так, да, вопрос по формату презентации. Четыре-три формат несовременный для разработки. Да, будем делать 16 на 9. Вот здесь презентация была уже практически готова, и я из экономии времени не стал все переформатировать в 9 на 3, в 9 на 16, потому что это, ну, не так просто. Так, вопрос. Как ощущается идентификация одного и того же пользователя, и всего в разных базах? Ну, видимо, да, это в самом начале презентации, задали вопрос, да, я показал уже как, и по имени, либо по полной имени, либо можно по какому-то хитрому алгоритму программно это сделать. Так, далее. Если будут обращать несколько клиентов, сколько будет обсуждений? Ну, на каждого пользователя будет создано свое обсуждение. Ну, в данном случае, в данном случае. Вопрос от клиента попадает в систему обсуждений по какому-то конкретному пользователю 1С. Можно ли настроить ощущение одного клиента из Telegram с сотрудником, с одним сотрудником в БАЛе 1С? Да, можно. А, общение одного клиента из Telegram с сотрудником. Так, хороший вопрос, кстати, вот. Сразу, наверное, не отвечу. Можно настроить общение одного бота в Telegram с конкретным одним сотрудником 1С. Вот, а что касается именно... Ну, видать, там вот, доступ к этому боту, только одного бота в Telegram, но если другой получит доступ, то, наверное, будет... Вот так. Можно ли настроить эту программу? Возможно, кто-то из коллег ответит. Так, наверное, мне надо ответить, Геннадий Дамье. Да, можно настроить. Со стороны системы взаимодействия состоится обсуждение. В этом обсуждении пользователь, там, Telegram будет как внешний пользователь, а со своей стороны мы в это обсуждение можем добавить там любое количество участников, там, одного участника, да, и будет тогда приходить именно ему сообщение. Отлично, супер. Спасибо, Геннадий. Так, вопрос к клиенту. Так, а, это продублированный вопрос. Ага. На своих мощностях работа с файлами не поддерживается. Так, тут, наверное, Иван Орлов попрошу ответить. Да, добрый день, Иван Орлов. На своих мощностях работа с файлами поддерживается, но вам надо хранилище файлов развернуть самостоятельно. Это вы берете любое хранилище, которое работает по протоколу S3, и потом в вашем развернутом сервере взаимодействия указываете его адрес. И файлы тоже хранятся в вашем контуре. Инструкцию, по-моему, была на ATS. Если надо, я могу еще раз выслать. На ATS, по-моему, достаточно неплохо описано. Да, спасибо. Самый большой вопрос, когда режим совместимости 8.3.18 появится в URP. Ну, боюсь, что я не готов на это ответить. Да, это нужно. В команде URP спрашиваю. В последних версиях появились видеозвонки. Можно ли поддерживать сохранение этих видео? Насколько я знаю, сейчас нет, но в планах у нас такое, опять же, насколько я знаю, есть. Включить систему взаимодействия, менеджер управляет возможность писать сообщение к генеральному. Это можно регулировать? Да, достаточно частый вопрос. Мы, по-моему, на форуме задавали. Коллеги, а можете помочь? Там был же запрос на запрет писать систему взаимодействия, да? Мы это реализовали, нет? Я не помню. Нет, сейчас это только организационными мерами. То есть, кто написал, того и наказать, раз нельзя. Но проблема там известна. Мы пока думаем, как это можно сделать. Возможно ли программа на 5.5.2.0? Да. Вот версию сейчас не вспомню. По-моему, с 8.3.17. Да. Вопрос. А можно в Telegram транслировать клавиатуру и дополнительные кнопки через обработчик? Геннадий, можешь ответить? Пока такой функциональности нет, но планируем, чтобы было. Мобильные приложения поддерживают. Мобильный клиент поддерживается к работе системы взаимодействия. Мобильные приложения, которые отдельные на мобильной платформе, созданные, пока нет. Когда будет версия локального сервиса системы взаимодействия, которая дружит с нашими жильцами платформы? Коллеги, поможете? Это, наверное, ко мне вопрос. Да, версия скоро будет. Там задержка из-за того, что мы переезжаем на новую версию установщика, поэтому будет новая инструкция, новый дизайн и немножко другой принцип установки полностью. Вот. Так что, надеюсь, что скоро. Насколько полно можно использовать системы взаимодействия и конфигурации на обычных формах? УТ-10, например. Ну, насколько, наверное, вообще не видать, да? Коллеги. Ну, интерфейса там точно не будет никакого. То есть интерактивной работы не будет. Ну, программной какой-то можно реализовать. Так, вот аналогичный вопрос. 18 плохого. Можно ли делать кнопки для Телеграмы? Можно ли нормально обрабатывать сообщения нажатие кнопки из Телеграма в процедурах? Ну, насколько я знаю, сейчас нет. Геннадий поправит, если не так. Да, пока нет. Есть в планах. Так, планируется ли интеграться с WhatsApp? Ну, мы точно будем интегриваться еще с разными мессендерами. Да, какой из них будет следующий, я пока, наверное, не готов сказать. Так, расскажи о кейсах вызовах клиента с сервера. Ну, вот, все, что мог, я, наверное, рассказал. Далее, когда будет поддержка звонков в мобильном клиенте? Ну, она уже есть. Вот я сейчас точно не называю. Сейчас, кстати, я с Владимира, наверное... Ну, можно на зазеркале посмотреть, там, по-моему, была отдельная заметка. По-моему, с 8317, если не ошибаюсь. Так, есть ли защита канала связи по видеозвонку? Ну, тут, наверное, да. Иван, можешь рассказать немножко подробнее? Честно говоря, затрудняюсь ответить на вопрос. Надо провести дополнительно, ну, уточнить информацию. Ну, там, собственно, стандартный защит, защищенный канал связи. Ничего там дополнительного мы не делали. Ну, наверное, пока так. Где промоунет есть примеры реализации? Ну, вот в демоконфигурации, например. Это стандартная демоконфигурация, которая поставляется с каждой версией платформы. Ну, можете взять 8311 и старшая. Можно ли удалить неконтекстное обсуждение из списка? Там есть нюансы. Программно, по-моему, можно удалить поименованные обсуждения. А вот что касается обсуждений там один на один, вроде бы нет. Геннадий, поправь, если не так. Из группового обсуждения можно выйти, покинуть его. Тогда оно, естественно, не будет в списке. Из обсуждений один на один, да, выйти нельзя, но в списке будет. Но список сортируется по дате последнего сообщения, поэтому старые обсуждения, они будут уходить вниз и потом пропадать из этого списка. При описании команды в сообщении можно ли в обработчике задавать параметры ключ отчета, ссылка, например, для открытой картики клиента со сбором по клиенту? Ну, там практически все, что хочешь, можно делать. Программно там, да, формативная строка, что вы хотите, то и добавляйте. Так, общий чат без объектов можно ли сделать? Ну, я думаю, что имеется в виду создание там обсуждения какого-то поименованного. Ну, я думаю, что можно, если я правильно понял вопрос. Так, планирую свою компоненту для сайта для интеграции с подсистемой взаимодействия. Ну, сейчас, насколько я знаю, вот если я правильно опять же понял вопрос, отдельных компонентов нету, вы можете там в веб-клиенте, да, у вас будет закладка тогда из всем взаимодействия, которая практически то же самое, что и в тонком клиенте позволяет. Но пока, наверное, на таком уровне. Плюс, теоретически, вы можете, у нас же там веб-клиент сейчас, начиная с 8.3, по-моему, 17, может интегрироваться с другими сайтами, для этого нужно будет немножко входа на JavaScript написать, что вот здесь отражено. Вот. Теоретически, вы можете на JavaScript написать код, который дернет клиента 1С, внедренного в тот же сайт, который уже программа создает какие-то взаимодействия, системы взаимодействия. Но пока только так. Я, наверное, немножко дополню. Так как есть интеграция с Telegram и ВКонтакте, то можно использовать сторонние компоненты встраивания сайта, типа живо-сайта, которые умеют работать с Telegram, а, соответственно, и с Telegram это будет приходить в систему взаимодействия. Так, вопрос. Как осуществляется идентификация объекта в разных конфигурациях, если объект в разных базах имеет разные ГУИ? Геннадий, может, ответить или это не к тебе? То есть я знаю, как он осуществляется, он имеет технические стерилизования, я не знаю. Нет, если объект имеет разные идентификаторы, то он, соответственно, считается как разный объект. Насколько я знаю, просто при интеграции через планы обмена, там объект этот ГУИ не меняется у объекта, который приезжает из одной базы в другую. Да. Ну, собственно, так как это да. Строенный объект бот обрабатывает сообщения параллельно или в порядке поступления. Генн, можешь помочь? Да, я отвечу, он обрабатывает в порядке поступления от одного пользователя, от разных пользователей параллельно. То есть общение с одним пользователем хронология соблюдается, а с разными пользователями уже идет параллельно. Так, можно ли передать обсуждение другому пользователю, типа перенаправить общение другому сотруднику? Ну, программу, я знаю, можно подключить другого пользователя. А вот что еще, Геннадий, можешь подробнее рассказать? Можно ли я? Есть, у групповых обсуждений есть участники. То есть, если как бы обсуждение со мной я хочу передать кому-то другому, то, соответственно, я участники добавляю кого-то другого, сам это обсуждение покидаю. Ну, программно просто меняется список участников обсуждений. Ну, то есть, можно, кстати, вот через добавить новую кнопочку, команду в контекстное меню, поправить кнопку, да, перенаправить обсуждение и в коде добавить сотрудника выбранного и выбрать себя. Можно, да, можно и через команду, если требуется какая-то логика. Планируется аналогичный вебинар по новому механизму платформы связи с интеграцией. Я думаю, имеется в виду продукт, новый, который 1С интеграция. Ну, сделаем, да, как только мы сблизим продукт. Все взаимодействия можно ставить при наличии лицензии профиля только корп. Ну, при наличии корп он вам доступен бесплатно, а при наличии профиля он может купить отдельно. Там, на том же Зазеркалье, есть два варианта. Либо по антикризисной программе его 1С, документ оборот, плюс системы взаимодействия у нас только пользователей, либо отдельная сервис-система взаимодействия. Сервис-система взаимодействия стоит, если не ошибаюсь, 50 тысяч рублей. В общем, за деталями можно либо в инфе письме, либо сходите там, справа на Зазеркалье висит, о чем нужно помнить, и, ткнув ссылочку, вы попадете на, в частности, вот эту информацию. Возможно реализовать интерактивность через бота в мессенджере, например, отправить счет из 1С по нажатию кнопки в телеге. Ну, вот через кнопку, насколько я понимаю, нельзя, коллеги, меня поправить, да, но можно, если там пользователь ведет кодовое слово счета, например, да, разобрать текст на стороне 1С и отправить ему, так. Ну, а как отправить, не знаю, положить, например, на файл обмене программы, да, отправить ему ссылку, например, в такой вариант. Геннадий поправил, но, насколько я знаю, сейчас у нас гиперлинкины объекты 1С, они в телеграме обрабатываются не будут, в ВКонтакте, да? Да, да, все правильно. Слово кода, ожидал дему по поднятию простейшему коду. Вроде я его показал, очень статичный презентация. Ну, а Бог, вы здесь в реальном времени набирает код, да, но это просто замерливая презентация. Вы можете взять демоконфигурацию и, собственно, посмотреть в его код. Примерно тот же код, который я вам показывал. Так, планируешь ли сделать ограничение по впуску через обсуждение документа? Например, обсуждать заявку на расводный срез, заявку обсуждают три человека, а всем пользователям, кто имеет доступ к документу, видно это обсуждение. Опять же, Геннадий, наверное, вопрос принадлежит. Насколько я знаю, обсуждение видят только те, у кого есть права видеть объект, код, которому брали на контекстное обсуждение. А вот дополнительно урезы список пользователей? Наверное, нет. Геннадий, поправишь ли это? Ну, да, сейчас такой возможности нету. Проблемы нам понятны, но по планам сказать пока не можем ничего. Как осуществлять звонки, если нет камеры? Геннадий, тоже можешь сказать? Раньше у нас точно без камеры ведут звонки, а сейчас, по-моему, подержали, да? Можно без камеры. Основное требование – это наличие микрофона. Если есть микрофон, значит, будет звонок без видео, аудиозвонок. Считается ли штатной ситуацией регистрации двух разных баз данных на одном и том же сервисе? Моддействие под одним именем. Да, ситуация является штатной. Имя, которое вы указываете, оно просто вам для информации. То есть вы когда будете совместно использованием приложения, включая то, что в начале показывал, у вас базы будут называться одинаковые. Это может вас запутать. Поэтому рекомендуется все-таки выбирать разные названия для базы в системе взаимодействия. Но технически никаких проблем нет. Если не запутаетесь, то пожалуйста. Описано ли в документации, как разорвать хранилище S3? Так сразу не скажу, моя документация про глаза не нет. Иван, а можешь помочь? Мне кажется, что описано, но в крайнем случае я могу помочь через техподдержку. Я всем рассылаю инструкции, если не удается найти. Но по-моему, мы это описывали. Можно ли демонстрировать экран без Али? И не продолжай. Вопрос. Можно ли демонстрировать экран без наличия камеры про видеозвонки? Ген, а можешь помочь? Я не знаю. Да, можно. В общем, не очень понятно связь. Камера – это для того, чтобы ваше видео, демонстрация экрана – все-таки именно демонстрация экрана. Изображение экрана. К камере отношения никого не имеет. Есть ли какие-то ограничения по размерам файлов? Ну, зависит, насколько оно настроено, конкретно, если вы на своих мощностях сервера S3 вашего. А у нас, когда вы к нашему серверу подключаетесь, да, есть, и они описаны, но вот наизусть я их не вспомню. Иван, помнишь там? Да, конечно, там на базе 11dialog.com slash.ru slash pricing. Я скину сейчас. Так, планируется ли возможность управления интерфейсами диалогов? Если я правильно понял вопрос, это вот именно закладочное обсуждение, да, программно управлять. Ну, такого у нас пока недоступно, поговорить не планируем. В ближайшем будущем, по крайней мере. Спасибо. Вопрос по интеграции с Телеграмом. Единственный способ общения с пользователем Телеграма, чтобы пользователь Телеграма там первым написал боту. Можно ли из системы взаимодействия написать конкретному пользователю Телеграма? Насколько я знаю, нет. Геннадий, по-моему, если не стоит. Нет, нет, нельзя. Это так не только в Телеграме, это во всех мессенджерах. То есть сторонняя интеграция происходит при помощи бота, либо сообщества, либо группы. То есть в разных мессенджерах по-разному это реализовано. И первым инициатором должен быть живой пользователь. И общается он только вот либо с группой, либо с ботом. То есть вот общение как бы один на один, одного человека с одним человеком, такого нету, такое мессенджеры не поддерживают, не позволяют делать. Так, в ZOOP когда настраивались варианты отчета, системы взаимодействия со всем пользователем, что там будет предоставлен отчет. Как это отключить? Ну, я плохо знаю специально в ZOOP, возможно, такая настройка есть где-то, настройка в ZOOP самого, либо посмотреть в коде, как это делается, если у вас можно кастомизировать код, взять это и закомментировать. Вопрос, какой клиент с оффлайн поддерживается. Если, опять же, правильно я понял вопрос, имеется в виду, видимо, мобильный клиент с оффлайн с возможностью автономной работы, ну, когда он онлайн, там, и конфигурация включена к системе взаимодействия, да, там можно функциональность системы взаимодействия использовать, когда он оффлайн, ну, насколько я знаю, нельзя. У нас здесь нет, наверное, представителей мобильной разработки нашей, но вот, насколько я знаю ситуацию, она вот такая. Можно ли еще раз обозначить назначение каждой из этих систем взаимодействий и 1С-исполнитель интересует в части реализации модели РПА на платформе? Не скажу, что я полностью понял вопрос, имеется в виду, видимо, разница между API к системе взаимодействия, предоставляемой для языка 1С, и API к системе взаимодействия, предоставляемой для 1С-исполнителя. Сейчас я могу только документации вас отослать, соответственно, по 1С языку и по 1С-исполнителям. Пока, наверное, так. Так, еще вопрос, как сделать демонстрацию экрана без наличия камеры участников? Ну, вот Геннадий ответил, что нормально можно. Возможно ли создание ботов с кнопками? Насколько я знаю, нет только с киперссылками. Геннадий поправит, если не проходит. Ну, в презентации было показано, как добавить действия, вот открыть диалог настроек, выполнить проверку. Отображаются эти действия в виде киперссылок. Поддерживаются и работают в резерве. Ну, в веб-клиенте это все работает, так сказать. Будет ли работать перетаскивание в чаты? Видимо, выделение текста из одного чатика и таскание в другой. Насколько сейчас не работает, тем поправка какая-то есть. Ну, тексты... Нет, тексты нельзя таскать. Если речь про файлы, то из операционной системы файлы можно прикладывать. Они перетаскиваются. Тут хотелось бы уточнить, что именно имеется в виду, что спрашивать. Так, ну, вот опять вопрос, по корпусу лицензии. Я же отвечал, что можно отдельно купить. Так, как корректно удалить установить систему взаимодействия? Получилось так, что кусок удалился, теперь новую поставить не дает. Удалить корректно не дает. В программах установленных нет. Коллега, напишите тогда, наверное, на форум, если у вас есть. Ну, на хот-лайн, естественно, да. Ну, и, возможно, может быть на форуме, там, коллеги. Я еще хотел добавить, что это может быть из-за того, что у вас служба по какой-то причине из операционной системы не удалилась. Попробуйте открыть службы Windows. Ну, я понял, что у вас Windows, раз вы ссылаетесь на реестр. И посмотреть, нет ли там активных служб. Если есть, тогда попробуйте их прям руками удалить. Но вообще, это, конечно, поведение нештатное. Петр правильно заметил. Если напишите, попробуем разобраться подробнее. Так, где хранится история сообщений? В базе общения или будет отдельный суббудель для связи взаимодействия? Для связи взаимодействия есть отдельный суббудель, насколько я знаю, сообщение хранится там. У нас есть статья на хабре про то, как устроены системы взаимодействия. Там написано, там, суббудель в ОСГРе. Вот, наверное, так. Еще вопрос по защите каналов данных, при отправке текстовых сообщений, аудиозвонков. Анна Ивановна что-то сможет сказать? Да. Да, у нас используется безопасное соединение. Все работает по безопасным протоколам. Мы выпускаем сертификаты и постоянно их актуализируем. То есть соединение между клиентом и сервером, оно зашифровано. Если использовать дополнительное применюшенное звено IDHTP-сервисом, то можно ведь реализовать связку с мобильным приложением с базой системы взаимодействия. Ну, в принципе, да, можно такой прокси написать через сервер. Чтобы его дергало, мобильное приложение его дергало, да, собственно, сам сервер будет с системой взаимодействия взаимодействовать. Так, вот опять вопрос, да, про контекстное обсуждение. Его видят все, кто имеет доступ к объекту контекста. Да, и ограничить, но вот как Геннадий сказал, пока нельзя. Ну, задачка есть, да, мы над ней думаем. Планируется ли возможность расширенно форматирования текстов, как Telegram, жирный курсив, уноширенный и так далее? Да, возможность планируется. Собственно, когда вы программно составляете сообщение для системы взаимодействия, там вы можете делать все, что позволяет форматирование строка. То есть программу вы можете сделать достаточно, да, и жирным шрифтом, и подчеркнутым, и таликом, и так далее. Вот, интерактивно это сделать пока нельзя, но мы над этим работаем. Запрос понятен. Есть или планируется ли возможность программно получить все объекты с контекстными обсуждениями, в которых упомянут конкретные пользователи? Сразу, наверное, не отвечу. Геннадий, можешь помочь? Ну, как бы, вот прямо вот так вот, где упоминался конкретный пользователь, такого запроса нету, но вся объектная модель, она доступна, то есть, может быть, не очень эффективна, но можно получать обсуждения, обходить их и проверять то, чего необходимо. Как-то так. Так, не планируется ли поддержка иерархии веток внутри обсуждения наподобие слэг? Можно ли настроить груссировку ответов на сообщения внутри ветки? Ну, сейчас, насколько я знаю, точно нельзя. Проплан, ну, Гена, опять же, поправь, если не так. Ну, проплан пока нету. Да, сейчас такого нету, про планы я тоже не готов говорить. Есть ли возможность перехватывать сообщения пользователей? Ну, да, там есть несколько возможностей, которые были описаны там на следующем слайде. Там, например, в конкретном сообщении, но вот, насколько я знаю, общего какого-то одного перехватчика, да, на сообщение пользователя у нас нету. Опять же, Геннадий, поправить или не так? Ну, получается, как? То есть есть обработчик отправки сообщения, то есть то, что пользователь пишет на этом компьютере, значит, для каждого сообщения вызывается обработчиком. В нем можно посмотреть, что он написал и, соответственно, какие-то действия предпринять. Также есть обработчик на все новые сообщения в каком-то конкретном обсуждении. То есть если нужно следить за каким-то обсуждением, то можно к нему подключить этот обработчик, и он будет вызываться на каждое новое сообщение в этом обсуждении. Соответственно, тоже можно что-то делать. Так, как изменить ID базы для регистрации копий, чтобы не получать сообщения из основной базы копии? Иван, можешь помочь? Да, конечно. Смотрите, это очень популярный запрос на самом деле. Если есть доступ к партнерскому форуму, можете посмотреть там. Но если кратко, вот вы когда делаете копию базы, у вас идентификатор подключения к системе взаимодействия остается тот же самый. И вы в этот момент, ну то есть вы создали копию, и понимаете, что у вас сообщение приходит и в основной, и в копию. На копии нужно вызвать метод, есть установить данные регистрации информационной базы, и передать ее не определено. Но это все можно будет текстом найти на форуме. Тогда ваша копия отвяжется от системы взаимодействия, а она этот идентификатор очистит. И вы сможете заново ее зарегистрировать, уже либо как приложение в этом же абоненте, либо как приложение в другом абоненте. Ну и настроить все так, как вам, собственно говоря, нужно. Спасибо. Много вопросов про демонстрацию экрана без камеры. Да, да, я не могу пропускать тогда, потому что мы уже ответили, что делаете звонок, да, вот человек без камеры, но полоса, а демонстрация, он может быть. Я уточнил, мне почему-то довольно странно, почему такой вопрос возникает, вроде связи никакой нет. А моему, я надеюсь, что у нас нельзя было сделать звонок, даже аудио, если не было видеокамеры. Могу ошибаться, но, по-моему, было так. Вроде бы это было поправлено. Значит, только какая-то ошибка была, да, возможно, ее исправили. Планет реализации удаленного управления через систему взаимодействия. Запрос понятен, такая задачка у нас стоит, да, когда реализуем, ответить не готов, но запрос актуальный мы понимаем, особенно сейчас, когда все на удаленке. Система взаимодействия представляет API, чтобы написать самому интеграцию с мессенджером. Ну, да, я показывал там как раз объекты, что руками можно, ну, в смысле, руками из кода, да, из кода можно создать интеграцию с мессенджером. Здесь, наверное, имеется в виду API самого сервера и системы взаимодействия. То есть мы его не предоставляем. То есть работа должна происходить в объектной модели один из предприятий. Да, спасибо за уточнение. Так, планируется, если да, когда используем взаимодействие на стороне мобильной платформы? Ну, я не готов ответить про такие планы. Вот как коллега тут из аудитории справедливо заметил, что можно пока это решить созданием некоторого прокси в виде веб-сервиса, например. Ну, вот пока, наверное, такой ответ. Где можно найти полную документацию по системе взаимодействия? Ну, в ВТС там достаточно хорошо, на мой взгляд, все записано. А, здесь невозможно... Опять вопрос про демонстрацию. Ну, да, ну, я думаю, пропускать... Извини, пожалуйста. Ну, я еще раз попробую уточнить. То есть, если у вас нет камеры, вы можете делать звонок. У вас будет окно видеозвонка, в котором нет вашего изображения. И тот, кому вы звоните, тоже ваше изображение не видит. Но в этом окне видеозвонка есть кнопка «Начать демонстрацию экрана». Можно нажать, даже если нет вашего видео. Так, есть ли возможность поиска сообщений среди всех сообщений пользователей, в том числе контекстных? Насколько я знаю, нет. Запрос такой у нас поступал неоднократно. Мы дело, скорее всего, реализуем. Про версию сказать не готов. Геннадий, опять же поправим, может, мы уже сделали, а нет? А я не в курсе. Я не очень понял, какой имеется в виду поиск. Поиск по чему? По тексту? По тексту, да. Ну, сейчас такое нету возможности. То есть ее в объектной модели… Ну, запросы-то формы были, да? Взаке нету. Запросы, да, были. То есть мы, да, будем расширять объектную модель. По запросам дорабатывать. Вопросы кончились. Наверное, время нам завершаться, да. Прошу прощения у аудитории за посторонние звуки, дело в том, что я забыл закрыть дверь в комнату и влетел в нее мой говорящий попугай породы Жако. Я не решился прервать вебинар для его выгоняния из комнаты, но вот такие накладки при удаленной работе из дома возможны. Прошу прощения. Надеюсь, не сильно помешало. Так, а вот еще вопрос. А, я еще… Да, Петр. Да. Давайте закончим с вопросами сначала. Да? Да, просто они вот сейчас поступают в реалтайме. С кем можно пообщаться по поводу работы в 11.EDT, не запускается отладка? У нас есть портал, edt, по-моему, .1s.ru, ну, там есть спецпортал по EDT, куда можно задать сейчас эти вопросы. И еще бы я уточнил, что у нас есть официальная группа в Телеграме, и E1s, нижнее подчеркивание, EDT, где также можно написать пожелание или описать ошибку. Это официальная группа в Телеграме. Никита Старичков из компании 1s. Я бы еще вот что хотел уточнить. Во-первых, по поводу планов по интеграции наших сервисов с 1s интеграцией ответ был не совсем корректен, мы пока такого не планируем. Это вот уточнение. Также вот я в общий чат скинул ссылку на нашу группу сообщества разработчиков. У нас есть в Телеграме канал, и есть целый большой, уже довольно большой чат, в котором мы там регулярно общаемся. В частности, мы в том числе еще сделали специального пользователя в Телеграме Platform Suggestions. Если вы хотите отправить предложения по платформе, в том числе по системе взаимодействия, мы их будем регулярно разбирать и передавать разработчикам. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Это достаточно удобно, кажется. А также, раз уж наш сегодняшний вебинар про систему взаимодействия, мы сделали опрос в нашей группе разработчиков, кто пользуется, а сейчас в чате тоже и слушатели вебинара. Плюсик, если вы используете систему взаимодействия, и минус, есть не использовать. Если есть какой-то расширенный комментарий, то будем тоже рады прочитать. Для нас это очень важно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кажется, что на этом, в принципе, все. Вопросы вроде бы закончились. Большое спасибо всем, кто принял участие. Мы очень надеемся, что это было полезно. И увидимся на наших будущих вебинарах. Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok